Соберя новые встречи по Украине в Минске. В эти минуты продолжают работу 4 подгруппы, каждая по своему блоку вопросов экономики, гуманитарным проблемам, политическим преобразованием и по безопасности. Последнее, особое внимание, потому что она должна подготовить почву для составления окончательного договора по отводу из зоны конфликта вооружения калибром менее 100 мм. На прямую связь из белорусской столицы с нами выходит Олег Шишкин. Итак, Олег, каковы шансы прийти к компромиссу сегодня? Алена, шансы, конечно, по достижению компромисса есть. И вот как раз в эти минуты заканчивается заседание 4 рабочих подгрупп по экономике, политике, безопасности и гуманитарной сфере. По сложившемуся в Минске порядку, именно на уровне подгрупп вначале пытаются стороны найти какие-то компромиссы, найти какие-то общие решения, согласовать формулировки в документах, которые затем уже лягут на стол трехсторонней контактной группы по Украине. И мы рассчитываем, что ее заседание начнется уже в ближайшее время. Надо сказать, что встреча в Минске проходит на благоприятном фоне. В Донбассе устойчивая затишня, неделя прошла на редкость спокойно. И то, что обстрелы прекратились, подтверждают и ополченцы, и официальный Киев, и наблюдатели ОБСЕ. Во время предыдущих встреч в Минске стороны так и не смогли согласовать текст документа об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Это часть артиллерии, танки и минометы. Скорее всего, эта тема станет основной и сегодня. Ранее представители самопровозглашенных республик заявляли, что подписание документа срывалось из-за позиции украинской делегации, которая то и дело предъявляла претензии к уже готовому тексту. Между тем, агентство сегодня цитирует слова неназванного источника, близкого к переговорному процессу. Якобы текст документа предварительно согласован, при этом учтены пожелания всех сторон. То, что подписание может состояться сегодня, не исключают и в Донецке, и Луганске. Есть большая надежда на то, что в подгруппе по безопасности будет поставлена точка с документом по отводу вооружения калибром до 100 мм. Это будет очень серьезным шагом в сторону окончания войны. Надеемся на конкретный результат. Тянуть дальше некуда. Необходимо отводить как можно скорее. Нет смысла покидать Минск до тех пор, пока документ не будет парафирован. В целом, повестка принципиально не изменилась. Стороны обсуждают и вопрос об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей и конституционную реформу и проведение местных выборов, также снятие экономической блокады. Отдельная тема – это обмен пленными по формуле «сех на всех». Впрочем, как показывает практика о том, что сейчас происходит в президент-отеле, вряд ли можно говорить наверняка. Участники переговоров пока не выходили к прессе. Возможно, об их итогах мы узнаем лишь ближе к вечеру. Алёна. Олег Шишкин из Минска, где в эти минуты проходят встречи рабочих под группой. Как сообщают агентства, уже началось заседание контактной группы по Украине.